Действительно важный момент, мы дошли до него в нашем курсе, дошли до, фактически, последнего дня жизни Моисея. С вами говорили, что это великий день, последний день жизни Моисея, он занял четыре главных доры. Огромный кусок святой доры описывается так, вот, этот человек прожил этот день. День этот был очень странный, очень сложный, очень противоречивый. Непонятно, как в этот день столько всего вообще поместилось. Вот, с одной стороны, чтобы анонсировать, что он будет заниматься, вы знаете, что царь Солмон сказал, что нету власти в день смерти. Человек в день своей смерти, когда украшено, что я не сегодня буду умирать, он уже теряет вразды вновлений, теряет власть. Из его рук уплывает на влияние, которым он пользовался, он слабее. Руки человека, умирающего, слабее, и его власть прошла. Так, это простая идея, которую сказал царь Солмон. И чтобы подтвердить эту идею, отец Солмон, передавая вразды вновлений, передавая власть Яшуа, он как бы ослабел в этот последний день. И что это означает, что Бог говорил с Яшуа, с преемником, а Мушев при этом присутствовал, его как бы чуть ли не не пустил на эту работу. И говорит царь Солмон, что вот, действительно, отсюда мы видим, что день смерти этой какой власти, Мушев, последний день своей жизни, он уже как бы находится за забором, за поградой, а там, внутри, в святом месте, беседует его приемник, с Павцом миром, вот так вот. С другой стороны, мы знаем, что последний день жизни великого праведника, это самый высокий день. Это, наоборот, самый сильный день его жизни, он все же поднимается ветром. И каждый день, это все выше и выше, и вот последний день, это самый высокий день. И как это понимать? Что, с одной стороны, это самые высшие точки, может быть, с другой стороны, его ангелин разговаривали, ослабел, потерял, не пустил. Много-много сложного произошло, потихонечку будем с этим разбираться. Но перед тем, как начать говорить об этом дне, об этом великом дне конкретном, все-таки мы закончим с предыдущей главой Киев-Тобо, в которой в конце написано «Проклятие». Ну, соответственно, все знают, что это, Паша, стоит по главам «Проклятие». Но мы должны с вами обращать внимание, что до них, до этих «Проклятия» написано «Благословение» есть очень много деталей. Мы, конечно, все эти много деталей смотреть не будем, потому что это огромный текст. И наша задача – следить за событиями в этом курсе, который мы сейчас проводим, и за событиями, происходящие в Святой Творе. Мы не разбираем текст подробно, буквально, слово за словом, но, тем не менее, некоторые детали необходимо иметь. Прежде всего, из благословений, которые даются в «Благословении» того, мы знаем о Тфилиме. То есть, вот это величайшее заповедь, каждый день человек, веем, мужчина должен обладать в мир, и это то, что касается вот нашей вот этой рассматриваемой темы, потому что там написано, что «Вераук Моя Кольна Меярец» или «Все народы Земли» Тишем Шами Харлета, что имя Бога названо на тебе, так ты назвал имя Бога, «Бояркумя Меха», и тебя боятся, и все народы тебя будут бояться. Что это такое? Это говорит, Ангелеза, Талмуде, так сказать, Шаббат, Эмитфиня Штароша, и в этот раз «Головной Тфилим». Как мы с вами знаем, личное «Головной Тфилим» имеет совершенно разную идею, разную духовную силу, «Ручной Тфилим надо прятать», «Надо прятать», «А головной» якобы, вроде бы, как надо показывать. Это исключительно интересная тема, потому что, вы знаете, что существует огромный спор с первого взгляда, такой прям не решательный спор между каббалистами и некаббалистами, знаете, связанным с тем, что вы, наверняка, видели, ну, не раз фотографии великих каббалистов, вот лицо второе, как они сидят в Тфилимпе. «Головной Тфилим» там разглядеть нельзя. И что делается? Они вот так вот накладывают сверху талиты, чтобы его не видно. Был, вот, например, «Великий Рави Исраэля, Баба Саня» великий раканский каббалист, он был большой специалист в этом вопросе. Никогда в «Головной Тфилим» не везет в Тфилимпе. Он его всегда прикрывал. И так же делающие мои другие каббалисты. И это с первого взгляда вообще непонятно, потому что в «Тамбуде» совершенно ясно написано, «Рау Кулинеарос» это слава Топы. «Увидят все народы земли, что имя Бога на Тебе». Какой имя Бога, в чем-то произносит. «Мунн» вы знаете, «Богу Ширин» на «Головном Тфилим» она намекает на имя Всевышнего, на имя Ширин, Магурдарь, который родил, да, Жукарь, Магурдарь, это религия Творца, который означает «Шим, Магур, 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 Магурдарь», который остался в Топы, который сказал миру достаточно, остановил первого граница. То есть, имя, связанное с твоими мирами. Вот это вот имя Бога. Так оно на голову все не находится. То есть, написано, там нужно показывать, что все народы должны это видеть. И они боятся тебя, говорят, когда они увидят, что у тебя корова такая. И вдруг все, кто болит, начинает заворачивать в Толин эту корову, потому что никто не видел еще. Вот это вот не совсем такая понятная вещь. И оказывается, что здесь, можно по-разному читать. Вот эти вот слова благословения из главы китолога. Простой человек, тема на самом деле, он читает действительно про руку и увидит, колен, все народы зубри, что он значит. Хоть не евреи по улице, видит еврея, который идет по другой стороне, а у еврея на голове и, о, избранный народ. Говорит, вот так, он из своей церкви выходит, а ты из своей сеновой и, особенности в Соединенных Штатах Америки, и такое количество ядовщих людей, и они все читают Библию, а в этой Библии написано, что евреи это не кроме народа, они все говорят, я вот недавно делал удовольствие пообщаться с большим количеством не евреи, но были приобретения одного дорогостоящего предмета, и все время сиди разговаривали, и как только они меня видели, и сразу начинают говорить про Баба. Это тема, которая тут же начиналась, я начинаю спрашивать про евреи, про избранный народ, и в конце концов, когда я получил очень дешевую цену, они мне сказали, а вот понятно, почему ты получил дешевую цену, потому что ты джун. Вот это происходит постоянно, везде. Да, ну естественно, это не... Да, естественно, но в любом случае любви большого, сердечного отношения у нас с вами, к сожалению, не наблюдается. Да, ну и не могут. Но дело не в этом, а дело в том, что вроде бы это пшар, это простой, что мы должны показывать этот главный фильм, где мы хотим. Говорят, кабболисты все не правят. Ничего показывают. Они с этим не согласны, с этим пшаром, с этим пшаром. Потому что бараул увидят все народы, из-за этих кишем, ашем и крабов. Что, то есть, Всевышний, дал тебе свое имя. И что у тебя на голове это не то, что надо сходить в фильме, это не то, что надо сходить в фильме. То, что только это, что каждый день евреи говорят в фильме. И налаживают таким образом связь с Богом. Даже если этот фильм не видно. То есть, потом, когда его и выйдет на улицу, даже без фильме, или когда он неферин закрыт, из больших сторон. сходить в фильме, в фильме начинается правильно объяснить. И то, что в России брали себя идет, но ты это привел к тому, что народ из-за них говорят, вот молодец, избранный народ. То есть, мы с вами сослику смотрим в там, вот и читаем, что надо всем показывать, не важно, как я себя веду ко мне, а общитываю, обманываю, что я творю, это совершенно ладно, что у меня цилиндр на голове. Нет, оказывается, что цилиндр на голове ничего не определяет. Если ты правильно одеваешь, то тогда правильно себя ведешь, и вот исправим поведение это, совершенно не обязательно показывать вот эту вот идею, которую каббалист касает. Ну, так или иначе. Значит, и здесь, конечно, есть кучу всяких моментов, что по всем мнениям получается, что по всем даже по открытым, простым то, что Тфилин кучно должен закрыть. Мы его закрываем, лихакуруй, славная, и он говорит, толпу Таркадия ирубит, что это тебе знак, а не другим знаком. Это знак твоих отношений с Богом, твое внутреннее отношение. Поэтому Тфилин ручно смотрит на сердце, что это твое сердце, твои отношения внутренние с Богом, а головной Тфилин, это внешняя твоя жизнь, связь с миром и внешние взаимоотношения тоже по горизонтали, с людьми, только с твоим словом. Это то, что мы знаем. Это написано в том, есть несколько моментов, связанных с благословениями и исправлять очень хитро. пристанут. В частности, задается такой вопрос. Когда говорится про благословение, написано барух, припит, нахау, припит, припит, благословен, всклод, твоей, 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 боже, вода, и плод, твоей земли. И дальше написано барух, талахау, миша, благословенна, корзина твоя и как квашня, что-то в корзине, корзине, это фрукты, это то, ты собрал с поля, квашня это хлеб, фрукты, хлеб, то есть сначала дети, потом фрукты и хлеб. Благословение, в проклятии эти вещи меняются места. Сначала написано ару, да нахау, это проклято, как зимая квашня, фрукты, хлеб проклинаются, а потом ару, не дай Богу, прорыву сказ, плит, наха, плод, чрев, плод твоего живота должен быть кров. И вот это проблема, почему я это принимаю местами, есть несколько разных смыслов. Первый смысл, который выделяется, есть парамбадра, может, и нахрен, и что очень важно, что говорит, что вот эта смена, перемена этих вещей связана просто с ощущением человека. То есть, когда тебе дают браху, тебе дают православление сразу на детей, и это для тебя самое важное, это самое лучшее, и сразу получает благословение. Без своей детей это прекрасно. Потом получают благословение и для материальной жизни. Момент получения в рахе человек получает сначала на детей, сначала на семью, а потом на материальную. То есть, оказывается, это вещь разная. Сейчас ты можешь это объяснить. Это очень глубокое дни. И, наоборот, когда вещь про проклятие, дворец начинает наказывать человека без того, чтобы не дай Бог сразу бить семью, бить детей и дай Бог, начинает наказывать материалом. Начинает бить квашнюю кардину, начинает дни, хлеб начинает портиться, то есть, начинает портиться материально составлять потом, не дай Бог, если не сообразить, что почему, если не поправил свое поведение, тогда доходит не дай Бог и до детей. То есть, это классический простой подухарь и роман. Но если и он, то есть, он говорит, что здесь связано с чудесами, с естественным явлением, что самое на самом деле легкое и здоровое это тогда, когда чудо скрыто. Открыто чудеса, это скрыто, это тогда, когда человек имеет благословение живого. То есть, сначала дается благословение для детей, для семьи, что такое скрытое чудо? Это означает, что дети родаются здоровыми и что их много и что одни не ругаются друг другу. Вот это вот все, это скрытое чудо, потому что ихого сверхъестественного чета против природы в этом вроде бы как бы нет. Потом благословение связанное с продуктами это открытое чудо. То, что дети вырастают красивые, замечательные, их много, это скрытое чудо, это все-таки в рамках природы. А то, что человек съедает немного, совсем чуть-чуть, и ему хватает. То есть, он совсем чуть-чуть и покушал, и уже чувствует себя сытым. Это уже не в рамках природы. Это уже открытое чудо. То есть, если человек собрал маленькую корзинку, ему больше не надо. Он покушал чуть-чуть, уже чувствует себя сытым. Мы с вами говорили, неоднократно на это тем, это величайшая врага. Чем человеку нужно больше съесть, чтобы быть сытым, тем он менее благословен. Чем ему нужно меньше съесть, чтобы быть сытым, тем больше врага на него надо. Это совершенно ясно. Поэтому, не нужно специально себя, я скажу, мучить теперь, да, и убеждать себя, вот я съел маленький кусочек, я сыт, я сыт, чтобы поделать, что я благословен. Нет, это так неестественным путем не работает. То есть, если надо много, ну, что сделать? У нас такое тяжелое время, не самое правильное поколение, значит, надо много есть, значит, надо много есть. Но, в принципе, есть люди, которым хватает мало, это такое учение. В принципе, и, наконец, последнее, да, что касается проблем, то, что вы ее как говорили, тут наоборот. Значит, когда гниют плоды, когда гниет фельм, это совершенно естественное. То есть, когда человеку, например, нужно очень много есть, чтобы возиться, это совершенно естественное. То есть, в области проклятия, это, тут не речь идет про открытую, что это скрытое, а скрытое руководство. Наоборот, когда евреи рождают, детей, дети портятся, хороших родителей, замечательных родителей, которые стараются вас пить, и все это не делают, и друг дети портят. И вдруг они начинают вести себя, совершенно неадекватно, издеваются на собственные гарантии, уходят из дома, начинают делать совершенно непонятные вещи. Вот это уже открытое чудо, в смысле наказание. В смысле наказание. Поэтому, когда вы еще по проклятии, сначала естественный процесс применения продуктов, а потом, что вы еще неестественные, процесс применения, или истинения. Страшная вещь. Совсем замечательная объяснение, на мой взгляд, дает, как сам сосед, который больше. Сосед, который больше. очень-очень хитрый. Он говорит, что есть взаимоотношения между детьми и деньгами. Очень хитрое взаимодействие. Больше денег, меньше денег, больше детей, меньше детей. То есть вот такая. В чем это? Оказывается. Когда дается врагам? Начинается все с детей. Благословен ты детьми. Что означает, после этого благословенны твои плоды и твой хлеб? Даже богатство не сможет испорти твою семью. Поразительное то, я даюсь. Тебе дают прекрасных детей. Это большая работа. А потом ты вот в чем настоящая работа ты получишь по всем вечерам деньги и твои дети превратятся в полу. Потому что нормальное положение вещей. Когда у родителей много денег, дети у них же все эти. У них же практически не бывает дать, пожалуйста. Нельзя? Можно. все они имеют. Человек в этой обстановке обстановки вот такой вот легкости жизни всегда сложится. Должен вырастить бог знает есть и нет. Если вырастает нормальный ребенок, специальное брако. Специальное благословение живого. Несмотря на достаточно легкую, спокойную, ненапряженную обстановку, на то, что все есть. Выросший хороший ребенок это специальное брако такая специальная и наоборот проклятие. Совершенно другая история. Начинается все с денег. Денег не будет. Будет тяжело. Придется много работы. и в этой обстановке когда люди работают, когда они стараются, когда они помогают друг другу, когда они тяжело жить в принципе. Это нормальная здоровая обстановка. Дети тоже должны с детства помогать. Они тоже должны участвовать. Они тоже должны что-то делать. Они не в раскладах. Обстановка рабочей, трудной, но в общем-то волиные не должно быть так и правильно воспитывающие обстановки раз. Не специальное проклятие заключается в том, что, несмотря на 3D-выск, несмотря на все хорошее, что происходит в семье, все други стараются, вырастают в воздухе. Это специальный проклятие на густом. То есть эти вещи, к сожалению, как мы с вами знаем, все эти 98 проклятия, которые главники того написаны, они все уже, как говорят, осуществились, осуществились времена второго знания, времена разрушения второго храма. Мы как раз в каком-то раз об этом вспоминаем, что 49 проклятий в книгах в 3-й книгах 98 ровно больше, выдумавши в 5-й ровно потому что 49 касались разрушения первого храма, когда евреи испортили отношения с полком и ровно получили момент, когда испортили усы, отношения в другом храме. Но знаете что? как приводит Харь, 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 98 раз стоим в банан в протез Исхах. Я врана и я в Харь 98 раз упомянут той и того, прикрыт в лес народу в 998 этим самым проклятием. Очень интересный вопрос. Почему протез Исхах? Очень короткая на родная мазь. Наменитое место в том, где страдает Шаббат, где Творец обращается к Абраму и говорит Баберахату, Творец согрешили, Абрам говорит Баберахату, Пусть они погибнут. Если евреи виноваты, они должны быть наказаны. Тогда Всевышний обращается к Якову, который воспитывал 12 сновей, который так страдал, говорит, что Баберахату, твои дети задержали. И Яков говорит, И Моху алькидываешь Шаббат, они все наказаны. Что ты ко мне обращаешься? Моху. Что ты был однём с нагрешимым? Наказано. И только тогда, когда он обращается к Цкат, который вроде бы в мире представляет качество суда к нам. Цкат строго и страшного. Он говорит Всевышнего Баберахату, 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 Мои сыновья, а не твои сыновья. И начинает с Творцового операции к Цкату, который говорит, что это вообще я беру для себя половину и ход и вообще аддикторуру и спасает таким образом еврейский народ. И поэтому пророком написано, что Еврея она искала происхака, именно происхака с растем на его ходе, именно происхака, скажут, а ты, ну а там вы не бояли, или что вас лечили, вас не лечили, а вы все равно опасали, вот, что именно иска, он такой вот, самый главный вопрос. Да, вот видите, правильно воспитывали, положили на жертвенник, замотнулись ножом, и он сразу стал правильно представлять то, что происходит, то, что происходит. совершенно нет, это очень, правильная идея, что человек, который понимал, что такое для отца почти от собственного ребенка, все-таки сохранить его, все-таки сохранить, он понимал, что, конечно, с этими своими подобными разбрасываться, если не в коем случае. Вот именно Ицхах 98-го, приходит оживление когда это было в Саливе, я так понимаю, кто-то спросил, а почему действительно такое великое чудо, как мы срешили, ошепление в конце истории, оно совершается именно в заслугу процесса. И когда я там дал пшат, и потом долго разбирался, правильно это неправильно, и меня потом поддержали армины другие, что чем отличался професс Ицхах от всех остальных только один, его беда, жена единственная вот такое единственное решающее отличие. У Абрама было, как вы знаете, две, вроде бы, как бы, экипаж, хоть по-простому говоря, все остальные минимумы две, минимумы это Саня Энгарь, у Яхарь был четыре, и у Ицхаха только, причем он настаивал только ритм. Вы знаете, когда 10 лет или там по раши, по времени раши, 20 лет у детей, он молился специально, чтобы у меня были дети только от этой женщины, и она молилась, чтобы у меня только от этого мужчины, то есть, в общем, настафка, чтобы не нужно было брать никакого заметки любимой жене, и вот нас, поскольку это одна жена, и целостность, идеальная целостность, другая половина, а не одна половина, одна половина, потом другая половина, потом еще одна половина, есть смена половины. То есть, из-за этой целостности в итоге ошиблений, наоборот, которые считают. ника авра написано что авраам я были на но хотя никакие наложницы а это просто другая и поэтому ее называют во множественном числе и теперь давайте несколько слов скажем по поводу этого дня чуть-чуть прям прикоснулся к этой идеи идеи последний у меня уже слова ну вы знаете что это глава все вы стоите сегодня перед ваш богом дальше начинается начисление значит все ваши руководители все главы встречи рубит дрова то есть все уровни евреи они все стоят перед богом описано а теперь сегодня но у всех с вами прекрасно понимаю что это день последний уже связывается конечно с который последний день прямо рядом с рожжем прямо просто последний день жизни величайшего из права и поэтому и сегодня все станете пройти союз что такое против союз какой союз зачем еще один союз говорит мистиков знаете что первый союз который был запрещен евреям с богом на синае был а когда евреи сказали твои боги израиль или тебя из египта момент золотого отец а союз номер один поэтому получается ужасная картина 40 лет приходили по пустыне действующего договора с то есть как бы произошло что официально никакого избранного рода в течение 40 лет то есть были опять люди которых сегодняшний вывел из египты которые подготовлены для того чтобы быть избранным народом официально и тут как бы творец взял павлус что павлус на 40 лет а чем и дать и тем святую землю они таки да заключили союз вот это был союз который был заключен последний день всех построил первым всех он собрал если есть и народ не сказал сейчас вот сейчас пока я здесь потому что больше у меня и знаете раши это просто раши приводит очень известную вещь почему человек должен чтобы не нужно было наставлять наставление учишь человека передаешь и умираем и после ты уже не можешь увидев что он нарушает последний день тех построен и сказал сейчас вы станет абсолютно официально заключение союза сейчас будет исправлен это если перевести корень это означает растение как бы намек на слова порога истинное семя 7 истин так вообще называется поэтому вот эта вот идея что вы все вы все здесь собраться называетесь звать то все истины которая вырастить риски но развиваться он должен заходить с друзья мы с вами видим два союза которые были заключены были заключены исключительно двух пунктов первые калибрация то есть это тора второй пункт это иордантов это фото святую землю эти две вещи важнейших вещей которые связаны с заключением союза это прежде божественный закон ну то есть божественная которая соединяет корейский народ с Богом а второй это святая земля об этом ни в конкурсе ни на секунду это бывает обе эти вещи имеют необходимую связь строят необходимую связь нами и порционную ну и вы знаете что упоминается эти вещи которые уже не как создание союза не как создание связи но как некий конечный токусе он оба будущем и написано в фолмонике на пряди проходу что Творец дал если вы любите еврейскому народу три подарка и все эти подарки были даны с помощью страданий Тора, Эрци, Слоя, Тори, Малки Божественный закон, Святая земля и будущее все эти вещи хорошие подарки они даются только с помощью страданий но с помощью больших и больших сил и непринятостей то, что Святая земля нам дается с помощью страданий нам рассказывать не нужно это происходит в протяжении всей его истории и всего продолжает в доме наслаждения все это дается большими и большими неприятностями то, что Тора дается с помощью страданий те, кто ее учат тоже прекрасно знают это тяжелая работа и повседневная и измурительная вот это то, что касательно делается ну и, может быть, буквально еще два слова на эту тему когда мы разворачиваем вот эту вот тему последнего дня жизни Муше когда мы смотрим на то, как это все с начала самого дня не до конца это было организовано мы, конечно, обращаем внимание на все детали при этом на внутреннем ушах он говорит, что Муше он поставил Руши и Трицаки он поставил политических руководителей Руши Руши это глава это политические руководители еврейского народа политические руководители он это поставил на первое место когда перечислял всех а старейшим сам мудрый которые являются советниками не действующие политические руководители а носители духовного знания поставил Руши после и Руши когда он вошел к Руси он поменял Руши у него все старейшие стояли сначала Руши политические руководители это очень интересная вещь связанная с очень-очень большим количеством деталей в частности с тем как устроена еврейская жизнь в Нератесу и Дамасу в Нератесу в Нератесу стоит в Галуте в изгнании перед Иорнатом до Иорнатом и что он говорит сначала Руши политические руководители еврейского народа то есть люди которые умеют работать в области политики с евреями руководить осуществлять связь с окружающими народами политические лидеры еврейского народа в изгнании это самое главное потому что вокруг враги с этими врагами надо что-то делать поэтому политические лидеры вперед потом да старейшие тоже очень правы и Ашур когда он заводит всех в арте строя ситуация кардинально меняется потому что в святой земле все наоборот потому что в святой земле конечно да политические дела это тоже важно но находится святой есть и твоя жизнь идеальная там святой все же будет правильно то что ты мог где-то что-то не доделать находясь в Америке в святой земле тебе это не противно тоже идеальная святость там все очень по другому организованно все очень опасно поэтому на первые планы Ашур оставляет старейшин носители духовного знания чтобы они евреев оставляют и не дай Бог ничего неправильного ведения все это очень большая тема вы знаете что мужик который руководил призван руководить евреями в одиночестве и должен руководить евреями в одиночестве он сначала как вы помните потерпел в этом отношении крах то есть он же отказался от упороться в главе Болоса написано что он пришел к Богу и сказал что я больше времени ну убей меня пожалуйста Аргений Нагород который был с ним с ним ну понятно с нами попросят но он отказался от своего единоричного единства что ему творить сказал хорошо так я отмену у тебя силы и отдам я новую испечу семи старейшим и все силы семидесяти стариков появятся из тебя одного что я ему хотел сказать таким образом творец что ты не можешь прекрасно продолжать говорить ничего страшного ничего с тобой не будет все твои силы их достаточно для того чтобы говорить если ты все не хочешь ладно пожалуйста значит я забираю у тебя отдай им чтобы у них были силы тебе помог и это произошло потом зная в виде этого уже рассказывается и он говорит я шума мы с вами это уже учить он говорит своему ученику у ата тави это амаза ты приведешь этот народ а не того это амаза он сказал ты приведешь этот народ с этим народом так этим народом так то есть имеется ввиду что ты говори муше обращаясь ты возьмешь старейшим и будешь все делать это вот эти старики эти носители парламент обязательно так сказал мужик хотя вроде бы ему сказали всевышний дам понять что должен быть единое руководство один человек во главе мужик все равно говорит я шла ты со старейшим почему потому что он понимает если он не справился или почти не справился то его ученик который славел его уж точно не справился ему точно не получится поэтому пусть уже все таки пусть будет парламент пусть будет старейшим пусть будет хоть как бы и все равно и это тоже оказывается потому что тварь говорит вешего напрямую говорит ему а так ты приведешь это то есть ты будешь из них один не с народа как сказал ты будешь из них один и говорит тармуд кель возлипалку в дверах и пей по телепам вот возлипалку и стучит по голову сейчас знаете такое прекрасное время когда все родины такие славки такие мягкие мы с вами только намазать на печенье и съесть этого района вот так вот это что-то невероятное я с вами неоднократно обращаю внимание на это как приходят ученики к своим районам как они их любят и как ничего и это можно и это только чтобы было и только чтобы приходило радовать нету не бывает нет так 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 надо взять палку и стучать ну вы видите что вы работаете вы славы вы не можете заниматься стучать по головам но сам призы получит евреи святую землю которые хотели найти в этот раз в этот раз они все уже были готовы они все уже буквально штыки вперед пошли воевать так я шел должен был оказываться взять палку все время эту палку держать на гаду есть еще чуть что сразу для чего там для того чтобы оказываться внутри вредственного народа была абсолютно ясно организована сильная власть то есть абсолютно четко все должно быть организовано внутри вредственного народа кто кому подчиняется кто за что отвечает и еще у главного палка ни в коем случае вот это вот состояние полного расслабления она нас когда пройдет этот мир наступит следующее лучше то когда будет полное расслабление никто никому не будет подчиняться написано пророка что не будет учителей учеников все будет все хорошо знать никто никому не будет шпай дыркой идет но пока это счастливое время не наслаждено организовывается там очень-очень жестко потому что тогда когда вред не подчиняется тогда когда он чувствует что его никто ничего не заставит и не заставляет делать он естественно полностью основывается а все а что почему он до этого подписался и что произошло это желание было не но подписан потому что дальше то есть это был последний день вы знаете что очень очень что вот этот человек величайший величайший самый он должен безусловно организовать что погулять потому что каждый это абсолютно определенные действия и написано что одно царство вышел это был последний день и мы с вами как-то говорили это сами так написано что приблизились дни израиль убирать что правильно это касается всех то есть как сгорает очередная судьбе космической ракеты отпадать каждый следующий день чувствует что дни осталось лучше и действительно он может понять этот последний когда осталось прожить не сложно сказать понятно что видимо учитывая что это высший день был заключен и он спокойно сознание оставил в этом мире официально заключивший союз богом и как имея официальную аккредитацию еврейский народ зашел как будет в принципе мы можем с вами рассуждать на тему а что если первый союз аннулирован евреям все было предложено заходить после и получилась совершенно неформальные такие неофициальные были готовы зайти на но на этом всегда это знаменитый метраж который сказал что необходимо выходить 40 лет после для того чтобы Тора впиталась в еврейский народ чтобы они были не а носители великого божественного знания для их 40 лет и 40 лет падала с неба и чтобы не нужно работать и чтобы изучать стать носительными традициями это было необходимо поэтому никто по-настоящему не предлагал неформально захотящих людям и против как пригласили они отказались сейчас это не так и тогда это конечно потому что то что действительно у людей такое было больше касаться того к этому к этому делу это дарование до дарования до дарования ничего не сидели но как 40 лет и после этого все начали быть равными дурак который знает и дурак который знает дурак знает это в любом случае в нашем случае в нашем случае это лучше чем дурак то есть это дурак хотя бы знает что делать это уже большой плюс то есть он может не разбираться в тонкости детали так он спрос спросит товарищи спросит но это действительно было в тот момент когда они заходили знание было очень здорово распространено крестного народа постоянно как постоянно снял эти сорок лет величайший величайший историю народа действительно носитель традиции ну может быть буквально сегодня то что касается этого великого дня еще одна идея то что приводится в разных угла зрения касательно того момента знаменитого когда ше понес тору это был знаменитый момент когда свиток практически записывал мнение записывался есть сам и он писал своей рукой воем больше все умер больше раб вселышнего писал за своей рукой плакал когда это писал все спрашивают чем он он 40 лет подряд собирался в отпуск в окончательном бессрочном 40 лет просил его убрать его и вот он пришел последний день когда все вольная свобода пишет умер о чем он плачет во первых он плачет святой земле который уже не удалось войти все сам при себе а я второе дело что он плачет конечно он плачет о том что в том мире уже ничего не взят исправить лучше один час раскаяния и благих дел в этом мире чем вся жизнь будущего почему здесь и кстати в этом союзе уже заключился время там есть слова раскаяния в частности написано вешавта а вешавта ва ши вешавта и вернешься ты к Богу оказывается вешавта это то же самое что вешавта то есть те же самое и то же самое и то же самое приводит хитрейшие мистические объяснения на эту тему что настоящего раскаяния без детально обосновлении субботы не может оказывается потому что своими неправильными делами человек загрязняет всю свою личность весь свой организм и для того чтобы это исправить нужно делать как пишет но много много чтобы все все элементы человеческого тела и все получат исправление оказывается что самый простой способ это субботы абсолютно вся человеческая личность может что-то сделать правильно то что человек воздерживается 39 9 это то что все его тело считается участвующим и то что он исполняет заповеди связано с освещением субботы субботним отдыхом это тоже считывается соответственно и получается что благодаря одному который полностью красиво проведет осуществляется раскаяния ощущения человека и это лишь что совершенно необходимо понимать что месяц прежде всего чем надо округляться о чем говорит суббота на высшем уровне проведена это совершенно не означает что человек может просто сидеть в доме ничего не делать очень желательно участие в еврейской жизни есть теоретический и его остановили на полдороге и сказали крутый лук есть безгромен товарищи с коллегами которые всегда были крюки во двери и всегда делали вот им везут завершенный документ и и сказали что завтра скажут что есть доля в этом документе а у нас нет доли это нет документ должен оставаться на общественном содержании среди всех все должны иметь право очень счастлив что последний день его жизни наконец оказались все захотели иметь равную с левитами долю святого дворя ну этот вопрос остался вечен наше отношение с стариками коллег это вечный вопрос потому что мы как пролетали все вперед дайте нам наше дом вдоль а машина все пытаются внести этот цвет кто видит дворя ну конечно как добром так сверху у к силу вот так вещать дор до за до немножечко немножечко отдельно момент действительно выделены выделены момент родился написано воикра назвал имя левит это единственный из всех сыновей яблоков который получил имя бога а не лей и и и и и и поэтому мы претендовать на эту отделенность и говорить что мы полностью такие же высокие члены избранного народа не мы и не станем с другой стороны конечно определенный связь со святой есть естественно абсолютно просто некоторая особенность и настроенность и служение она понятна значит за сил я наверно попрошу выключить запись и скажу буквально по словам прошу прошу